всех приветствую на своем канале меня зовут юлия не из украины я же был в мексике в этом видео я хочу с вами поделиться как правильно сделать травяные мешочки для лечения или улучшения симптомов артрита это видео подойдет для тех кто очень много вяжет мы работаем ручками особенно в холодные времена года наши ручки устают особенно если у вас очень большие заказы например предновогодние где нужно связать за две недели 100 или 150 или даже 200 грушек как я делала это в прошлом году вот у кого быстрая моториках ты быстро вяжет но тем не менее все равно страдают наши суставы и также это не только видео для тех кто много вяжет также этими травяными мешочками а именно ингредиенты секретные которые я буду использовать откуда во я знаю эту рецептуру я обучаюсь на данный момент в интернациональной школе для йоги для йоги и а юверсистов на английском языке сертификаты получи только через год обучение очень длительное требует много сил времени и финансовых вложений и духовных вложений и так далее но я сегодня буду делать этот травяной мешочек для мужа так как он участвовал в соревнованиях по гонкам называется эндуранс из 500 километров то есть эта команда из 4 пилотов пилоты называются гонщики правильно если называть и они на протяжении например каждый из пилота должен на протяжении два или три часа на скорости 300 километров в час то есть это соревнование на выносливость машины и пилота и несмотря на то что мой муж многократный чемпион национальным и интернациональный все равно страдает суставы с учетом тому что тем более ему уже 60 лет то есть все равно он хоть и физическая хорошей форме но все равно после гонок болят все суставы как он рассказывал что во время соревнований пилотами движется адреналин боли не чувствуешь но потом этот адреналин идет на спад и тело просто ломит ну и если кто-то когда-нибудь усердно занимался какой-нибудь трудовой деятельностью или например вы не занимались долго спортом и затем вы решили вернуться в строй у вас болит все тело только у пилота который на протяжении трех часов беспрерывно представьте себе на 300 километров в час за рулем это повороты это по кругу это сложности какие-то да это и не только физическое здоровье это эмоциональное состояние должно быть в порядке психологические также аспекты то есть там влияет все поэтому я перед соревнованиями всегда мужа делаю энергетическую чистку психологическую чистку это при помощи разных медитаций и других практик не буду сейчас заглубляться в этом приступлю ближе к делу производству травяного мешочка для массажа и так если вы делаете такой травяной мешочек то используйте конечно же новую ткань качественную красивую в моем случае это лен чистый лен но это были салфетки которые я на пробу решила построчить то есть я не являясь профессиональная швея на просто так решила что-то там построчить машинка у меня также не профессиональная какая-то китайская на рынке по дешевке купила вот и что ты там пробовала стращила вот такие вот салфетки пару раз мы использовали то есть они чистые но пятнышки здесь остались от каких-то специй ну так как все равно травы испортит эту ткань в принципе а ткань даже если вы делаете на продажу и вы будете использовать хорошую качественную новую красивую ткань все равно она будет потом выбрасывается поэтому я решила что для себя у меня не было просто времени построчить какие-то новые то есть для мужа главное уже результат да они там в том какая насколько красивая ткань то есть главное чтобы она была натуральная это первый аспект и второе главное чтобы это было на растущую луну а в идеале на молодую луну в моем случае в мехику молодая луна была 2 октября но я не знала нужны будут ли мне эти мешочки или нет поэтому я не делала заготовки но так как я поняла что все-таки муж будет участвовать соревнованиях и была занята вот сейчас он в пути из другого города в час езды от дома поэтому я решила это час и выделить на то чтобы поделиться с вами мне не очень хотелось делать съемку так как это занимает времени рассказывать да все таки быстрее это сделать без каких-либо описаний но тем не менее все же я решила поделиться с вами таким вот своим женским секретиком который я часто использую также для самомассажа для своих суставов на руке также это помогает для релаксации то есть зависимости от того какие ингредиенты вы будете использовать и постепенно увидел как бы я буду делать это все я вам расскажу какие пропорции и какие травмы вы можете использовать конечно же это должны быть медицинские или аром ароматравы все-таки айюверда это медицинские травы изучение медицинских трав ну как бы травничество нашим славянским девушкам я думаю что это не в новинку и так мой главный ингредиент то есть про ткань я вам уже рассказала величина зависит от мешочка моем случае где-то здесь 40 на 40 и я использую две ткани чтобы плотность прониктовения то есть чтобы мои травы не не просачивались так быстро вот моем случае я сама сыграй травы у меня в лесу поля в общем где бывают они собираются травы желательно чтобы они были чист из чистых источников это как бы лес луга да где не ступая нога человеком это обычно я стараюсь находить такие места но можно иногда купить уже у травников готовы травы они тоже их выращивают специально для того чтобы их продавать ну в моем случае для себя когда мне нужны какие-то травы на продажу я покупаю уже готовые конечно же это более семена такие отборные но в нашем случае нам так и не нужны смотрите это количество лаванды здесь 50 грамм обычный стандартный мешочек например для один мешочек для всего тела должен иметь где-то 100-120 граммов веса если это для лица то мешочек должен иметь где-то 7580 грамм вот вы можете использовать два мешочка или работать удобнее но так как я буду мужу делать массаж только на ногах и руках может быть где-то на шее до частично не по всему телу так как он будет уставший он просто не выдержит час часовой массаж он заснет поэтому от радости конечно же и в усталости смотрите здесь я сейчас хоть и подготовила весы ну я уже взвесила заранее лаванду здесь у меня ровно 50 грамм йог она выглядит как будто бы немного да ну мы ее будем утрамбовывать также мне не нужно чтобы муж мой только спал лаванда обладает седативными конечно же эффектами но больше всего она обладает релаксирующими эффектами вот эти вот желтенькие цветочки это моя находка просто необычная находка их я буду использовать очень очень мало потому что они обладают очень сильным ароматом я вам сейчас расскажу что это это находка потому что это растет только в мексике и растет она в диком произвольном таком будет порядке то есть кто-то не знает никогда в жизни не найдет растут они возле леса но в лесу где мы такие вот поляны солнечные это календула мексиканская называется календула мента мента хоть мента мята да вот кажется я сразу подумала что ну то есть как я нахожу эти все травы я вижу какие-то растения когда свежие до цветочки ли листик я отламываю нюхаю слышу какой-то аромат приятный ну сто процентов что-то полезное обычно полезное пахнет приятно то есть если есть такая возможность можно даже вот так вот очистить чтобы были именно семена но хотя в календуле я уже изучила это растение здесь здесь в дело идет все и стебели и листочки и цветочки все 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 но пока вам буду рассказывать очищу от этих твердых палочек вот и он имеет аромат настолько сильный хоть это календула не такая как мы привыкли знать календула это календула мексиканская она обладает просто невероятными лечебными свойствами а именно противовоспалительными противоаллергенными очищает энергию очищает даже вот карму насколько я уже вычитала энергию карму ну в общем просто уникальное удивительное растение и оказывается что это секретный ингредиент шаманов они используют для очистки как и энергии такие помещения в общем абсолютно всего но использовать его в чистом виде не рекомендуется так как она обладает очень сильным ароматом а именно ароматом аниса это правда он такой вы знаете я когда эти цветочки они когда были свежие надломала вот так вот потерла в руках и действительно вот как будто бы анис анис аромат аниса вы сами знаете что он очень сильный то есть эти цветочки я их добавлю совсем чуть-чуть здесь у меня 200 у них 210 грамм значит смотрите ребята если вы будете делать себе мешочек не че не чистый например если это только лаванда для мягкости мешочка вам нужно будет добавить рис а именно у меня вот рядышком баночка стоит я буду сейчас взвешивать вот рис и морская соль то есть мешок не поднял вот такая вот морская соль значит 50 на 50 должно быть если это у вас будет чистая лаванда например лаванда 50 грамм значит соли 75 грамм и риса тоже 75 грамм то есть если ваш мешочек будет где-то 150 грамм весит да ну или где-то так если у вас мешочек будет весить 120 грамм значит должно быть 60 сколько там 60 или 50 грамм лаванды ну в общем там уже вы смотрите чего должно быть больше ингредиенты они хоть и стандартные количество но там тоже плавающие получается в моем случае так как у меня 50 грамм лаванды я использую то есть я не хочу чтобы мой мешочек бы больше размером чем обычно я использую вот эти вот 5 или 10 грамм этой календула мексиканской также я использую 40 или 50 грамм я посмотрю сейчас как он у меня будет получаться соли и столько же 40 или 50 грамм риса соль нам нужно для того чтобы держала тепло морская соль она также имеет свойствами очищать энергию ауру энергию то есть если вы будете использовать для полноценного массажа всего тела а рис нам нужен для того чтобы он придал мягкость и эластичность этому мешочку и чтобы можно было удобно делать перекаты я первый раз работаю с этой календула мексиканская поэтому она у меня когда подсохла я не знала что можно вот так вот очистить вот этих палочек но потому что если бы я использовала чистые семена лаванды например то тогда я бы использовала целые вот эти вот цветочки с их ними палочками для того чтобы у меня был а мешочек объемнее она когда у нас на пару будет все это дело распариваться когда мы будем разогревать то но утром боится будет все как надо в этой вот даже в сухом виде я и сейчас очищаю на уже дает аромат настолько сильно что вы просто не представляете передать к сожалению видео это очень сложно так ну ладно я все равно не буду использовать в чистом виде потому что я хочу использовать а так где же моя баночка использовать еще другие листья шину свисташковый который обладает противовоспалительным свойством я вот уже начинаю думать что может быть я переборщила с количеством лаванды ну ладно сейчас посмотрим не хочу конечно же перенапрягать чтобы было слишком много всего да тут главное чтобы был баланс не наверное сегодня шину все нибудь использовать отложила на следующий раз просто я такая вся в ажиотажа муж победил заняли они второе место с командой я хочу по полной выложиться когда это на заказ делается то это все очень просто быстро сделал человек сказал мне релакс не релакс хотите добавить что-то в лаванду не только лаванда ну ладно люди не разбираются и не хотят им она не надо они там хотят получить просто релакс во время массажа до салона красоты обычно у меня приобретают это не часто это бывает редко по сезону когда вы сезон сезон холодов все хотят релакса прогреть свои там мышцы и так далее спортсмены обычно ладно не будем увлекаться и вот эти вот цветочки ой забыла как они называются тоже моя находка они именно для чистки энергии я вам лучше вставлю картинку с названием мне записано это все дело тоже там они наход как-то это все мексиканская дела все вспомнила это шафейм тоже шоке мексиканские который используется для шаманов то есть мы знаем шопе обычно другой а это такой шаофея тут он них растет и татусов я которую мы знаем и вот это вот их не мексиканский которые для шаманов то есть мало про это кто знает поэтому я и название пока еще наизусть не знаю потому что я же все таки не росла в семье шаманов ну все смотрите вроде бы у нас все так вот гармонично и улаживается не буду добавлять шинус противоспалительные думаю что лаванды календола мексиканской будет достаточно все это у нас у трамбуется придаст дополнительного аромата и очистим энергию если там какой из глаз на моего мужа кто-то положил ну вот конечно же извините за такую спешку но это лучше чем я бы сделала по-тихому сама собой никому ничего не показала я очень рада что я в мексике надыбала разные те на ароматы классные которые вообще конечно же в каждой стране в украине тоже много разных трав целебных вообще я в следующем видео хочу не поднять эту тему намного намного глубже потому что многие люди не знают как справляться с какими-то неудачами негативные там потери энергии рассказывают многие блогеры вязальщицы вот например она ведет какой-то эфир и и поддерживают и она рассказывает что мой спасибо что вы меня поддерживать и но главное чтобы вы не воровали мою нерги ну как это так ну как это значит не воровали твою энергию я считаю что если мы делимся чем-то в прямом эфире мы осознанно хотим поделиться своей энергии и если нас даже поддерживают за это дарят какие-то подарки то есть мы на этом что-то зарабатывать пускай немного но это все равно мы получаем какую-то энергию то есть это идет энерго обмен и я только с радостью ею хочу делиться с радостью буду делиться с абсолютно со всеми кто захочет берите сколько надо вами если надо еще наделаем работаем сейчас я буду взвешивать рис то есть у меня здесь получается где-то 60 грамм вместе с этими добавочными на растениями значит я сделаю 70 грамм риса чтобы у меня был хороший перекат надо было обнулить так от 0 до 70 это у меня получилось 86 убираем лишнее вот 6770 все ровно 70 грамм также это еще не все так что не спешите убегать ребята я вам еще буду дальше показывать что еще мы будем добавлять вот и так вот и распределяем да они там все хорошо трясется и ляжется вот так вот желательно чтобы она там все улеглось эти мешочки одноразовые то есть если это вы для салонов хотите то это или же вы можете отдать клиенту сказать если плесень и не покроется можете использовать еще раз но обычно она покроется плесенью поэтому это на один раз но в принципе если вы будете использовать для себя вы будете использовать хотя бы несколько раз в день то плесенью покрыться не успеет и тогда можно использовать не больше чем неделю потому что она потеряет свои свойства теперь добавляем добавляем столько же грамм а мы добавили 70 грамм риса давайте добавим 80 грамм соли это на сколько будет этом с математиками дружат 70 и 80 30 у нас 180 грамм у нас получится наша наш мешочек что в принципе для мужчины думаю нормально конечно же продают 80 грамм обычно продают меньшего размера обычно продают максимум 120 грамм упал фонарик муж спешит означает и добавляем морская нас почему морская она обладает более чистой энергии ну и нам крупная нам нужно чтобы она была крупная не мелкая мелкая она просто быстро растворится превратится воду и ваш пациент или муж или кто-либо будет соленая нам это не нужно вот все вот так вот как можно это все дело смешиваем можно все смешать отдельно мисочки если честно и все так так я не при я не взяла с собой чем буду связывать ну ладно сначала вам покажу и смотрите что мы делаем но вот так дело пеленаем первое свои салфеточка я это все дело завязываю пеленом и вот вы знаете даже вот процесс изготовления этого мешочка уже волшебны потому что настолько ароматы летят ну просто сказочные вот так это все дело отрамбовываем потому что когда вы будете это все дело распаривать она все станет более таким вот уменьшится утрамбуется и чтобы не было никаких вот пространств то мы это дело все утрамбовываем конечно же если вы используете семена лаванды например да потому что многих странах у так вот как у меня в любое время года лаванды в лесу не найдешь поэтому есть сухом виде семена тогда что вы делаете 50 грамм семян будет очень много то есть у вас лаванды получается будет больше чем вот в моем случае значит вы добавляете других сушеных трав например пускай это будет липа или же вы можете добавить лепестков розы чайной вот для объема для объема чтобы было больше объема и вы добавляете всего лишь 25 грамм слова семян лаванды то есть не 50 грамм в моем случае моем случае здесь у нас идет полностью до лаванды со всеми делами поэтому из 50 грамм но если вы используете семена тогда мы добавляете 20 или 25 грамм не больше потому что будет очень немного и это будет интенсивно это будет чересчур и ваш клиент просто сбежит от того что мы будем задыхаться в этой рома терапии вы тогда добавляете каких-то более спокойных трав пусть это будет добавьте больше риса добавьте больше соли и добавьте чтобы объема было больше вот как я уже сказала пусть это будет лепестки розы чайные сушеные пусть это будет липа то есть да вот эти вот сама шелуха от липы пусть это будут листья смородины пусть это будут листья клубники что еще таким вот нас седативным расслабляющими и успокаивающей успокаивающим эффектом и который чистит энергию смородина чистит энергию листья клубники чистить энергию листья малины чистят энергию вообще в это все можно в сушеном виде добавить даже самой малинкой вот в общем вы по браузите что у вас растет посмотрите листья крапивы и даже для объема мы добавляем дополнительно еще что то что то что не вызывает очень сильного аромата но при этом обладает энергетическими свойствами и вот так вот мы это все дело утрамбовываем ребята утрамбовываем активненько все это дело вот прям как знаете как вымешиваем что-либо и заматываем и далее вам я вам тоже расскажу что мы дали с этим делаем ни в коем случае не мочим и в воде там как многие как-то я видела слышала там размачивает опилок мы тоже никаких не добавляем они не обладают никакими эффектами ну может быть если это пилки хвойные а также до сушеные можно вот вам подарили например букет а в нем есть листья эвкалипта вода сушеный эвкалипт тоже подойдет в одну без палочек только чтобы листочки были так ребята продолжаем утрамбовывать наш мешочек и я пошла за завязочками ну вот и все я утрамбовала свой мешочек насколько это можно он еще у нас у ляжется но главное чтобы перекат хороший смотрите видите он вроде бы плотненький но при этом вот такие вот перекатики можно делать он будет немножечко мягче когда мы его распарим я буду использовать обычную хлопковую ниточку из которой я вижу игрушки теперь основной тканью другой да уже мы заматывать это все дело будем если вы кстати идея если вы будете это все делать для салонов красоты спа салонов то можно использовать то есть под низ это или хлопок или лен а сверху можно махровое например мини полотенце с надписью даже ну чтобы надпись была конечно но не там вы будете использовать можно это все дело так что там не там вылезла завернуть но если вы там для салона все это будете делать тут нужно все у нас и стать эстетику придерживаться вот сейчас я наверное это все дело завяжу от учета мне там лаванда хочет вылезти следующий раз когда для салона буду делать это уже обычно сниму вы знаете когда это какой-то заказ то ну все обычно так быстро 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 уже не до видео сделал и отдал ну я мужа стараюсь ну так тут уже ничего не вылезет так же вот так вот мы все это дело закручиваем завершивая внутрь у нас сейчас сезон дождей ливни и такая вот холодная у нас получается осень если это для салона то можно все это дело потом будет так вот внизу вот так вот завернуть как это пытается их кстати это не идея тайская вам сейчас расскажу свою историю откуда я узнала про это дело мой о чем такой вообще нужно чтобы сделать этот красивый эффект мне нужно чтобы ткань было больше вот мой о чем часто страдал радикулитами артритами и так далее в принципе из-за того что я занимаюсь вязанием не тоже этим ну не страдая кстати мне не за вязание это получилось я работала на цветочном рынке в 17 лет в морозы в минус 30 эта работа с водой с цветами не холодные влажные с тех пор у меня потом и начали болеть руки вот так вот заматываем много раз так и так про мешочки эти да и он пошел какой-то бабки типа как знахарка и так далее да это у нас такая популярная тема у славян украинцы русские неважно и она ему показала что делать это как у нас мама ничего не хотела делать папе то у нас такая вся рабочая всегда была я поэтому она ему сразу один мешочек продала другой мешочек показала как делать то есть там были травы вот видите теперь можно вот так вот затягивать там были травы соль и рис пропорции того же где-то примерно такие же или показала что и как делать распаривать его конечно же тогда не было таких разных аромамасел я вам сейчас покажу еще что еще нужно будет добавлять тогда не было этих всех приколов тогда были просто соль и рис это максимальные крутые средства морская соль это вообще был выше пилотаж вот я думаю что если вы для салона кто смотрите это все дело спицей все это дело туда вот запихивайте чтобы получился или или берете же ткань сразу же по длине и чтобы получился вот такой вот эффект а я просто завяжу узелки вот так вот чтобы она не туда не сюда не крутилась не вертелась и вот так вот папа в этих мешочках меня напрягал давай мне тут ту спину массирую она показала как это все делается так что не надо тут рассказывать что это все таиландцы китайцы это все называется international и все народы это все знали интуитивно к этому пришли одновременно это такая просто была эпоха вот так вот утилизируем эти все дела вы попробуйте сначала сделать для себя узнаете свой ритм свое натяжение какие размеры ткани вам нужны потому что она потом утрамбуется все да тогда вы будете точно знать если на продажу для салонов то как именно вам затягивать то есть в моем случае я знаю что то что сделала я она будет держать форму так как у меня здесь достаточно плотных но при этом эластичных ингредиентов которыми я буду работать вот и все смотрите она вот так вот перекаты такие вот идет прям класс и размер классно мне нравится такой мешочек столбы наверно бешеные деньги так теперь рассказываем дальше что мы делаем с этим мешочком но понятное дело мы распариваем но мы не ставим на воду то ли сто есть или мы устраиваем если у вас нет пароварки мы просто на си . именно что тогда ставим чтобы в течение 20-30 минут она распаривалась то есть посели у вас будет очень сильный приятный классный аромат аромат терапии то есть распариваем 30 минут закрытая крышка чтобы все это дело пропарилась рис набухнет немножечко соль начнет давать уже свои эффекты и травы начнут открывать свои свойства то есть это уже первый этап аромат терапии что уже ну раз спариваться будет и будет давать вашей квартире супер мега арома то есть там у вас не только злые духи углу улетучатся вот ну и вы полностью достигнете того пика релаксации которая нужна также затем мы берем блюдечко я на данный момент не буду этого делать так как это нужно делать непосредственно перед самим массажем когда уже у нас все это дело распаянное то мы берем блюдечко в моем случае массажное масло для тела для мускул то здесь у нас это все натуральные ингредиенты там мексиканская фирма здесь у нас основа на этом масле а альминт альминдра уже забыла как на русском языке миндальное масло основа миндального масла затем они здесь добавили арника это противовоспалительное тоже средство затем ромашковое масло здесь есть тоже но противовоспалительное затем немного мяты другое масло которое расслабляющие и немного лаванды здесь у нас есть но а масло но пахнет больше мятой а сам а сама основа миндальная то есть обычная миндальное масло она является гипер аллергеном то есть она не вызовет аллергию мы блюдечко смешиваем с водой например 20 до масла здесь и пару ложек горячей воды мы подогреваем масло как можем или на пару или в микроволновке на пару конечно же лучше чтобы это все было натуральным подогреваем чтобы она была не горячим но теплым вот и мы затем уже разогреты на пару мешочки перед тем как начинать делать массаж чтобы вы можете сначала сделать массаж на теле этим же маслом также в это же масло вы можете добавить пару капель или там 5 или 10 капель каких-то других арома масел которые вы хотите например усилить свойства этого мешочка пусть это будет мята пусть это будет апкалипт или тоже лаванда или ромашка ну что зависимости от того какого эффекта вы должны хотите добиться во время этой энергетической чистки или для чистки ауры или просто против артрита противовоспалительные затем убедиться чтобы мешочек не был горячь то есть конечно же у каждого своя чувствительность да вы нас и на себе вот в этих частях вы трогаете если вы делаете этот массаж себе вы вяжете очень много и у вас там холодно или болят например вы много связали пусть это будет не артрита просто усталость даст кистей вот так вот себе вот так вот прогреваете с легкими надавливанием не не сильно давите а с легким надавливанием конечно же мешочек будет разогретый он будет более эластичный и вот так вот только очень быстренько надавливать и набавлен надавливать это сначала мы разогреваем себе полностью все кстати даже можно использовать отравы антицеллюлитные да я думаю что абсолютно любыми травами даже тоже лаванды этот мешочек может служить как антицеллюлитные то есть начало мы похлопывающими такими эффектами делаем массаж быстро такими да то есть чтобы разбудить эти все клетки затем мы вот так утрем это то есть мы очищаем человека от энергии от грязи даже телесной физической вы там уже энергия то есть энергия загрязняется даже от того что человек плохо моется там уже тоже все дела вот так вот тоже это все дела вы поглаживаете до круговыми движениями пусть это будет ваши суставы ваши ладошки рефлексотерапия это каждый пальчик по отдельности проходите с по точкам рефлекс рефлексотерапия здесь прямо сказала потому что на испанском английском ему сказать а на русском я не помню рефлекториус артикуляцион из пунктус ну в общем вот так вот мы все это делаем делаем да вот можно вот так вот пройтись от начала до конца в идеале начинать массаж с ног так как ноги и пятки это мусорник выброса токсинов мусорник нашей энергии выброса всего в общем абсолютно все что негативное происходит нашей жизни идет выброс через наши ноги через пятки у женщины это через наши ляшечки вот оттуда и образуется целлюлит потому что это можно так сказать мусорник отходов токсинов то есть то что мы едим неправильно не то есть для нас она вкусная но пусть он будет неправильно это нездоровая не натуральная пища это какие-то сладости то есть какие-то чипсы какие-то газировки ну то есть все что не выросла до в лесу все что мы едим она отходит в нашу попу наши ляшечки потому что для нас у женщин это мусорный бак для отходов для токсин в энергетическом плане отходы уходят через наши пяточки поэтому активно нужно ходить пяточками по камешкам по песочкам делать массажи пяточек ножек чаще делать педикюрчики где вам делают массажки желательно чтобы это были еще какие-то травяные арома лампы не лампочки а ванночки то есть это все выводит токсины через наши ножки пяточки вот все то хотите сбросить лишнюю негативную энергию очистить вашу ауру карму делайте чаще педикюр с травяными ванночками ну вот принципе все я надеюсь что такой вот мой экспресс мастер-класс получился на ура сейчас проверил убегацию где находится мой муж насколько он далеко спросишь если он будет ужинать или нет хотя у нас уже полдесятого ночи вот но в любом случае он сразу после своих соревнований едет домой они не захотели с командой оставаться в том городе плохая погода массаж никто не хочет делать но я так смеюсь вот на арома эти не хотят тратиться у тех конечно же жены им ничего не делает это я такая уникалка вот и мой муж спешит домой чтобы получить такой супер эжелаксирующий массаж аромат стоит просто непревзойденные очень шикарный аромат квартире извините за такую вот не профессиональную съемочную обстановку но я думаю что лучше так чем не как дай бог у меня будет больше времени организовать свою съемочную мини-студию потому что мы только как месяц переехали у меня еще до сих пор много коробок не распаковано несмотря на то что я уже вяжу игрушки на заказы готовлюсь к новогодним праздникам собирая травы сушу то есть дал какая-то текучка есть и но все еще много не разобранного ну значит это было не в приоритете вот ну я все равно очень благодарна всем в том присоединился ко мне обязательно оставляйте комментарии также хочу предупредить что я не в ответе за тех кто сделал что-то неправильно и себя обжег а вот но если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях задавайте вопросы отвечу на все вопросы как я уже говорила да что вы общаетесь не просто с любительным будущим сертифицированным профессионалом в принципе я травничеством увлекаясь действия уже рассказывал про историю с папой вот и ну то есть если я что-то делаю значит я знаю что я делаю поэтому не стесняйтесь задавайте вопросы дай бог будет больше у меня разных классных трав заказов и я буду показывать вами рассказывать больше про свойства разных трав также если вы хотите скомбинировать какие-то растения вы тоже у меня можете смело спрашивать у меня всегда я записываю свои какие-то новые находки комбинации изучая спрашиваю у своих наставников у меня есть свои наставники учителя у которых я могу спрашивать они более профессионалы и дипломированные медики в аюверде поэтому у меня есть с кем консультироваться поэтому вы не бойтесь спрашивайте и я вам ответ отвечу по возможности как и когда и как смогу все всем всем спасибо и до скорых встреч